Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, традиционно для этого дня я проведу вебинар. Правильный понедельник, причем тему этого вебинара предлагаю определить вам, друзья. В нашем телеграм-канале мы запустим опрос, предложим несколько тематик на выбор. Сегодня, кстати, замочник движения на рынке криптовалют. Я думаю, что стоит добавить еще и оценку перспектив биткоина. Поэтому, если эта тема вам интересна, обязательно поучаствуйте в голосовании, проголосуйте. И если, опять же, тема биткоина будет наиболее востребована, то сегодня в ходе вебинара я уделю максимум внимания. Ну что ж, друзья, мы продолжаем наблюдать за индексом доллара и ждать новые дополнительные триггеры для движения этого инструмента. На этой неделе симпозиум Джексон-Коль. Это очень важное событие. Я много раз уже говорил о том, чем оно примечательно, почему на нем принимаются ответственные решения глав от центральных банков. Нас, конечно же, интересует риторика Федрезерва. Паул, как и всегда, хедлайнер этого мероприятия. Кстати говоря, интересно, что его первое выступление назначено на пятницу. Может быть, будут какие-то уточнения в программе, но пока что, если анализировать хронологию событий экономического календаря, выступление Паула это пятница в 14.00 по GMT. И интересное будет закрытие этой недели. Почему все ждут этот симпозиум? Потому что очень много макроэкономических данных, которые были уже проанализированы трейдерами, нонфарами, отчет по инфляции, так, куча других отчетов для общего понимания ситуации американской экономики. Нужно уточнить перспективы американской денежно-кредитной политики. Мы сейчас, по сути, занимаемся предположениями, пытаемся субъективно оценить, как эта статистика может отразиться на действиях американского регулятора. Паул, который отвечает, соответственно, за Федрезерву, должен расставить все точки над «и» и дать нам уже дополнительные вводные, которые должны заключаться в том, стоит ли нам настраиваться на еще одно повышение процентной ставки до конца этого года, либо, как я много раз уже говорил, пришло время уже готовиться к официальному объявлению Федрезерву в завершении текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Вот как раз это мы с вами и будем ждать от Федрезерва, от Паула, потому что именно это, эта риторика необходима для того, чтобы американская валюта перешла к снижению и продолжила развитие, точнее, возобновила развитие медвежьей динамики. Индекс доллара сейчас торгуется на отметке 103.28. Индекс доллара во флете уже третий день подряд. Это доказывает то, что американской валюте, как и нам, нужны стоящие фундаментальные триггеры. Вероятность повышения ставки, если делать отсылку на инструмент FedWatch Tool, не изменилась за торговую сессию пятницы. По-прежнему в сентябре это около 11%, и до конца года трейдеры допускают с 30% вероятностью, что ставка сдвинется с текущего уровня 5,5%, конечно же, в сторону повышения, потому что снижение процентной ставки это перспектива, скорее всего, середины 2024 года. Отмечу также еще и действия рейтинговых агентств. Мы о них много говорили на прошлой неделе. Это, опять же, для нас лакмусовая бумага того, что очень негативно сейчас они оценивают перспективы национального банковского сектора. Мы тоже попробовали порассуждать на эту тему. Как вы помните, пришли к выводу, что банковский сектор не справляется с конкуренцией с американскими облигациями, которые дают сейчас по-прежнему очень высокую доходность. И нельзя в связи с этим допускать дальнейшего повышения процентной ставки, потому что, разумеется, следом за ключевой процентной ставки начнут расти американские трежерис. Хочу также отметить и последний опрос ФРБ, регионального отделения ФРС Нью-Йорка. И на основании этого опроса можно сказать, что большинство трейдеров, точнее даже инвесторов, банков, в общем, тех, кто принимал участие в этом опросе, считают, что американский регулятор заморозит ставку на текущем уровне 5,5%. Я сторонник, как уже много раз говорил, коротких позиций, считают, что нету сильных оснований или вообще каких-либо весомых оснований для роста американского доллара. Может быть, как раз мы сейчас наблюдаем классическую тактику рынка, покупая на ожиданиях и продавая на фактах. И фактами как раз могут стать определенного содержания слова Паула на симпозиуме в Джексон-Холле. Золото 1891 доллар за тройскую унцию. Вот здесь ситуация особо не изменилась. Все три фактора, которые мы с вами закладываем в основу принятия торговых решений, это рыночный сантимент, который также сигнализирует, как и всю прошлую неделю, о том, что большинство находится в покупках и делаем вывод о том, что рынок пойдет против толпы. Доходность американских 10-летних трежер с 4,28, то есть не снижаются, держатся на многомесячных максимумах. И последний отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Общее количество спекулятивных позиций на прошлой неделе по золоту снизилось с 143 тысяч до 121 тысячи. Это действительно уже тоже новый рекордный минимум за очень продолжительный период времени. При таком бэкграунде, новостном, статистическом нет оснований для роста золота. Поэтому с большей вероятностью сейчас золото потащат вниз. Поэтому в качестве целевых ориентиров, либо уровней, на которые можно ориентироваться, если вы тоже шортите золото, рассматриваете этот актив как кандидат на дальнейшие распродажи примерно на 20-15 долларов ниже текущих уровней. Ну а там уже будем смотреть, что произойдет с рыночным сантиментом. Рынок нефти 85.39 по-прежнему вне позиции, потому что считают, что фон, связанный с негативным эффектом китайской статистики, он пока нейтрализован. И не нужно на текущем этапе, скажем так, в краткосрочной перспективе недооценивать то, что этот фон может стать причиной локальных распродаж на рынке нефти. К тому же после тех данных, которые мы анализировали, еще и статистика, потому что импорт нефти в Китае снизился до 6-месячного минимума. Не поднимается у меня рука сейчас снова за эти длинные позиции, но надеюсь, что условия для этого сложатся впоследствии. Новозеландец и австралиец. Из этих инструментов я рекомендовал вам выбрать что-то одно. Я остановился на новозеландском долларе, текущей котировке 0.59.11. Мы, по сути, сделали первую цель на отметке 0.59. Я буду дальше держать короткие позиции цели 0.58, потому что мне импонирует такая однозначная риторика изерного банка Новой Зеландии о том, что достаточно с повышением процентной ставки. Об этом я говорил в конце прошлой недели. И в связи с этим считаю, что распродажи новозеландского доллара легко могут продолжиться. Британская валюта 1.2735 на прошлой неделе. Рост заработных плат, соответственно, нахождение базовой инфляции и сохранение базовой инфляции на уровне 6.9%. Это весомые аргументы в пользу того, чтобы Банк Англии продолжил ужесточение национальной монетарной политики. В пятницу вышли данные по уроничным продажам. Я, честно говоря, рассчитывал, что в свете роста заработных плат есть высокая вероятность того, что мы увидим сильные показатели розницы. Но даже несмотря на рост заработных плат, уроничные продажи снизились на 1,2% в месячном выражении. И большинство аналитиков, которые анализировали эти данные, увидели в этом очевидный мощный сигнал того, что потребители явно не справляются с давлением, которое оказывается на экономику в виде высокой процентной ставки и, самое главное, высокой инфляции. Вот как раз об этом мы с вами тоже много раз говорили. И я со своей стороны комментировал, что если это проблема высокой инфляции, но настолько очевидно, что тормозит потребительскую активность и становится причиной, по которой ВВП не добирает определенное количество процентных пунктов, нужно эту проблему решать. Я рассчитываю, что в сентябре Банк Англии повысит ставку, поэтому сохраняю длинную позицию по паре фунт-доллар и ориентируюсь на уровне 1,30 и потенциально выше. Доллар иена 145,41. В пятницу вышли данные по инфляции. Базовая инфляция снизилась с 3,3% до 3,1%. Это может сдержать Банк Японии от более быстрого перехода от мягкой экономической политики к жесткой. Словесной риторики вербальных интервенций от Банка Японии мы так и не получили, поэтому нет оснований сейчас заходить в короткие позиции по паре доллар-иена. Давайте сохраним выжидательную позицию. Ну и что касается рынка криптовалют, в качестве такого интереса оставлю со своей стороны. Если эта тема будет востребована с вашей стороны, мы сегодня ее обсудим. Сейчас уже не буду комментировать перспективу биткоина. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!